Приветствую вас! И, как видно из вашего текста, проблем у вас две. Первая проблема – это, на мой взгляд, социальный язык. То есть, форма социального взаимодействия и, на самом деле, вообще, такие элементарные понятия о том, как вообще люди должны общаться друг с другом. Как они осуществляют взаимодействие между собой? Вы говорите на языке, явно непонятном другим. Вот так. Вы говорите на языке, который непонятен другим. Просто-напросто. Вроде бы вы говорите о том, чего вы хотите. Вроде бы вы стараетесь делать что-то хорошее, но при этом люди не понимают, что вы хотите сделать что-то хорошее. При этом люди не видят, что вы готовы им помочь. Люди не имеют представления о том, чем вы руководствуете, что вы хотите тогда. И поэтому для начала нужно определить вам, чтобы вот подобных вещей не было, чтобы этой стены не было. Нужно определить, на каком языке говорите вы, а на каком языке говорят другие. На каком языке говорите вы, на каком языке говорят окружающие вам. Это очень важно, на самом деле. Потому что, если вы будете говорить на понятном для себя языке, но не будете говорить на языке, понятном окружающем, Совершенно очевидно, что у вас не будет получаться то, что вы хотите. Вот. Люди должны иметь первое, четкое и ясное представление о том, каковы ваши намерения. Как-то главные, это первое и главное. Второе. Люди должны вас понимать. Просто понимать. Понятно, что речь идет скорее о том, что у вас вошелся образ. Неверный образ. Значит, в глазах этих людей. Это понятно. Вопрос в другом. Почему сложился такой образ? Откуда он взялся, этот образ? На основании чего он появился у вас? Это первое, это, ну, не первое, а очередное важное, значит, обстоятельство, которое вам необходимо учитывать. Когда мы говорим о вашей проблеме. Далее, следующий момент, это момент, который заключается в том, что для вас, то, что вы делаете, я имею в виду помощь, там, может быть, работу, еще какую-то активность, направленную на других людей. Вот это все для вас имеет чрезмерное значение. То есть, для вас значение этого очень большое. Возникает вопрос, почему? Возникает вопрос, для чего вы делаете какие-то вещи? Для чего вы, там, например, помогаете людям, да, допустим, ну, тем же людям, да? Для чего вы это делаете? Какой ваш личный мотив к тому, чтобы помогать другим людям? И так далее. Чем это обусловлено? Ведь вы же находитесь, по сути, на работе. И вы, по сути дела, осуществляете свои профессиональные обязанности в том, что вам нравится и в том, что вам интересно. Вы говорите такие слова, как «я творческий человек, работаю в детской библиотеке, веду значимый проект». То есть, очевидно, что вам это все нравится. Так зачем? В ваши обязанности входят помогать людям? В ваши обязанности входят, а не их заботиться? Нет. Нет. Скорее всего, нет. Тогда получается, что вы делаете это как бы, как бы, по собственной инициативе. Если вы делаете это по собственной инициативе, то для этого есть мотив. Ну, вот у того, что вы делаете, есть мотив. И тогда, соответственно, я бы хотел, чтобы вы, как следует, поработали бы с этим мотивом. Со своим мотивом. Вы бы постарались понять, какую нереализованную энергию вы пытаетесь выразить в этом своем поведении. В этих своих моментах. В этих своих поведенческих моделях. Потому что то, что нереализованная энергия есть, это очевидно. Я не буду сейчас, наверное, подробно останавливаться на тему того, откуда эта нереализованная энергия у вас взялась и с чем она связана. Я не буду на этом обстанавливаться. Потому что, на мой взгляд, это не даст вас сейчас. На мой взгляд, важно все немножко другое. Чтобы вы поняли вот сам факт этого. Того, чем вы руководствуетесь, при осуществлении подобного поведения. Вы говорите о том, что вы разочаровываетесь в окружающем мире. Вы говорите о том, как вам обрести гармонию с собой. Вы говорите о том, как вам вновь не потерять себя. И так далее. И я из этого, простите меня, пожалуйста, заранее делаю вывод один. Что вы достаточно неуверенны в себе человек, что вы достаточно неуверенны в себе, что вы склонны к тому, чтобы, может быть, недооценивать себя и так далее. И так далее, и так далее. Соответственно, с этими моментами, моментами, вот как раз связанными с данными вещами, моментами, о которых я говорю, тоже нужно отдельно работать. Например, в чем вы конкретно в себе неуверенны и почему? Довольно, в принципе, довольно простой вопрос. Вы боитесь потерять себя, значит, вы неуверенны в себе. Вы неуверенны в том пути, который вы, ну, которого вы придерживаете. Вы неуверенны в правильности того, что вы делаете. Ну, возникает вопрос. Опять же, а почему? Почему вы неуверенны? А если вы неуверенны, то в чем вы неуверенны? Понимаете? Это вот такие довольно важные моменты, о которых с вами нужно разговаривать, которые нужно разбирать. Потому что вы вполне вероятно заботитесь, это я сейчас в общем смысле говорю, вы заботитесь о других, стараетесь заботиться о других, потому что так вы можете реализовать свою неуверенность в себе. Так вы пытаетесь это сделать. То есть через других людей вы пытаетесь реализовать свою неуверенность в себе, какие-то свои потребности. И нет ничего удивительного в том, что у вас может быть, что-то не получается из этого. Потому что вы действуете как бы изначально не ради других людей, а изначально вы действуете для себя. То есть вот мотив, мотив у вас немножечко иной. Мотив у вас немножечко другой. Мотив у вас немножечко не такой, каким должен быть мотив у человека, который хочет именно помогать другим людям. Который хочет заботиться о других людях. Соответственно, ладно, нужно, как бы, знаете, увидеть в себе новые мотивы ваших деятельностей, новые мотивы ваших стремлений, новые смыслы того, что вы делаете. И когда вам откроются новые смыслы, когда и если вам откроются новые смыслы, вы сможете подкорректировать свою деятельность как раз так, чтобы, в общем-то, соответствовать именно этим самым мотивам. Чтобы не было такого, что вы вот делаете что-то, у вас не получается, чтобы у вас не было такого, что вы делаете что-то, особенно если делаете что-то вы для кого-то, может быть, не для себя, да, и вы не получаете, значит, ну, обратную связь от человека, для которого вы стараетесь, но не получаете обратную связь, и из-за этого возникают различные негативные ваши переживания. Вот. Этот момент, его нужно исключить обязательно, потому что он вам очень сильно мешает, он вам очень сильно, он вас сбивает с нужным вам пути-пути. Я хочу, чтобы вы это тоже постарались понять. Что значит потеря себя? Потеря себя, значит потеря своей индивидуальности, сомнения своих ценностей и так далее. Опять же, это всегда про неуверенность в себе, опять же, это всегда про сомнения в себе, опять же, это всегда про некую такую вот, некую тревожность относительно того, кто я, куда иду, чего хочу и так далее. И это с вами так же, так же нужно разбирать, потому что, ну, вот, что из этого вами действительно двигает, что из этого действительно двигает вас на то, чтобы действовать так, пока не понятно. То есть вы творческий человек прекрасно, и многие ваши поведенческие модели определены именно творческим, творческим аспектом. То есть творческими людьми, а психологам вообще работает, запрещается на самом деле, потому что, ну, творчество это само по себе такой феномен, где психология, в принципе, только на вред идет. Но хотя бы осознать ваши мотивы, хотя бы осознать ваше желание, ваши смыслы того, что вы делаете для того, чтобы разграничивать, где есть помощь людям, а где есть стремление к чему-то своему, вот в этом, я думаю, вам помочь вполне можно. Вот, ну, и, безусловно, так, где вам определенно требуется помощь в повышении вашей социализации. Как правило, вот именно творческим людям тяжело адаптироваться, скажем, ну, так, тяжело адаптироваться к, скажем, ну, общественному мнению, допустим. Тяжело адаптироваться, скажем, к тому, как понимают другие люди их. Вот. Творческие люди, они же всегда находятся как бы на своей волне, да, вот, и, может быть, отсюда ваша проблема. Я думаю, что нужно учиться вам социализировать, учиться правильно подавать информацию на понятном языке и учиться грамотно обращать свои намерения. Это вот то, на что я рекомендовал бы вам обратить свое внимание. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!